Влад Листьев убит. Эту печальную новость знают уже все. Не прийти к вам в эту минуту и склоняю голову перед вами как один из виновников тех руководителей, которые недостаточно приняли мер для борьбы с бандитизмом, коррупцией, взяточством и преступностью. Ельцин много рассуждал о безнаказанности мафии бандитских групп и пообещал взять дело под личный контроль. Владислав Листьев начинал карьеру ведущим в популярной программе «Взгляд». Он довольно быстро добился популярности и вместе с коллегами основал компанию «Интервид», которая стала заниматься производством рекламы, музыкальных клипов, а также закупала зарубежные фильмы. В начале 1995 года он ушел из компании и стал генеральным директором УРТ. К моменту убийства Влад был очень богатым человеком и на его банковских счетах лежали миллионы долларов. Созданный оперативный штаб, изучив круг знакомств Листьева, практически сразу исключил версию, что его убили за журналистскую деятельность и сосредоточился на трех направлениях – заказчика убийства нужно искать в Останкино, в собственном бизнесе Влада и в ближайшем окружении. В распоряжении «Инсайдер» оказался оперативный план действий следственной бригады. В нем 356 фамилий, включая чиновников, криминальных авторитетов, банкиров и журналистов, с кем контактировал Листьев или имел финансовые конфликты. Также была задействована многочисленная агентурная сеть ФСБ в телецентре, перешедшая по наследству от КГБ. Но осведомители сообщали противоречивую информацию. Утром в день убийства я встречался с Листьевым. Никаких тревог он не высказывал. У нас в редакции считают, что Влада заказал основатель НТВ Владимир Гусинский. В день убийства на Владе не было лица. Он сказал, что у него появились проблемы и пошел на запись программы. Думаю, что его заказала жена Альбина Назимова, с которой Влад собирался разводиться. В 1996 году в России намечались президентские выборы. И Борис Ельцин, стремительно теряющий популярность, срочно нуждался в телевизионной раскрутке. За полгода до убийства Листьева появился указ о создании общественного российского телевидения. Тут все и закрутилось. Общий контроль над ОРТ должен был осуществлять могущественный начальник охраны президента Александр Коржаков. Курировать новостные программы поручили Анатолию Чубайсу. А финансы взял на себя Борис Березовский. По настойчивой просьбе жены Ельцина Наины, кресло генерального директора телеканала занял Листьев, который, в отличие от остальных, был профессионалом на телевидении. Добрый вечер, добрый вечер, уважаемые публики, добрый вечер телезрители. Сегодня мы начинаем новый цикл передач «Капитал-шоу. Поле чудес». Надеюсь, достаточно простые правила этой игры уже всем понятны. В то время в Останкино творилась полная анархия. Бюджетных средств едва хватало на поддержание в рабочем состоянии студий, аппаратных и монтажек, и каждая редакция самостоятельно искала источники дохода. При этом деньги за рекламу заносили мешками, а главными спонсорами были финансовые пирамиды типа МММ и Хопер Инвест, обманувшие миллионы россиян. Я не халявший, я партнер. Верно, Леня. Мы партнеры. АО МММ. Со временем Коржаков и Березовский выжили Чубайс из новостей и подчинили себе почти все редакции. Вот что писал в своих показаниях друг Листьева, известный рекламщик Александр Митрошенков. В тот период времени Листьев безоговорочно выполнял все указания решений, принимавшиеся Березовским. Листьев хорошо понимал, что он может, а что не может, и что решение многих вопросов будет зависеть от согласия на то Березовского. Сам Березовский видел в Листьеве мастера информационных передач, который мог бы пригодиться ему в борьбе против основателя НТВ Владимира Гусинского. Первым под подозрением в убийстве Листьева попал учредитель премьер СВ Сергей Лисовский, который имел самые сильные позиции в рекламном телебизнесе, раскрутке эстрадных исполнителей и производстве видеоклипов. Он же основал в спорткомплексе Олимпийский дискотеку Лис-С, куда любили приезжать чиновники, силовики, элитные проститутки и члены бандитских группировок. По оперативным данным, бизнес Лисовского сначала контролировал криминальный авторитет Сергей Тимофеев по прозвищу Сильвестр, а после его убийства крышей стала Солнцевская ОПГ. Фамилия Лисовского фигурировала в заказном убийстве рекламщика Глеба Бокия и продюсера популярной группы комбинации Александра Шишинина. Продюсер собирался судиться с Лисовским за владение торговой маркой комбинации, и имел неплохие перспективы. Два кусочка колбаски у тебя лежали на столе. Ты рассказывал мне сказки, только я не верю тебе. За сутки до убийства Листьева я зашел в его приемную, чтобы забрать наличку. Он был занят, и у него находился Лисовский. Как я слышал, через дверь между ними был жесткий разговор по рекламе и по фильмам. Нет, не хуй, сука ты. Однако довольно быстро из Кребля пришла команда прекратить любые оперативные мероприятия в отношении Лисовского, так как он вошел в предвыборный штаб Бориса Ельцина. Помимо размещения рекламы и фильмов, Листьев занимался риэлторской деятельностью и туристическим бизнесом. Например, вместе с Николаем Луговским, которого называли кошельком Ельцина, он устраивал морские круизы по Средиземному морю, а развлекать публику приглашали Льва Лещенко и Владимира Винокура. Я приглашаю вас, потому что на пятизвездочном лайнере Федор Достоевский, та же осень европейского качества. Мы с удовольствием встретим вас на борту теплохода Федор Достоевский. Вскоре в поле зрения оперативников попал солнцевский авторитет Александр Макушенко по прозвищу «Цыган», который, по информации агентуры, вместе с Листьевым расселял коммуналки в центре столицы. Мобильный телефон «Цыгана» поставили на прослушку, и помимо генералов и чиновников, в числе других собеседников обнаружились коллеги Листьева. Например, коммерческий директор ВИДа Александр Гражанкин, руководитель музобоза Иван Демидов, взглядовец Александр Политковский и еще один партнер Лисовского Борис Зосимов. Агентура докладывала, что перед смертью у Листьева случился конфликт с «Цыганом». Однако допросить его не успели. В 1997 году Макушенко расстреляли киллеры из Медведковской ОПГ. Оперативный интерес вызвал один из лидеров Гальяновской ОПГ, Игорь Вугин по прозвищу «Каратист». Он представлял финансовые интересы интервида Листьева на переговорах с банком «Эффект». Банк требовал вернуть кредит, выданный на покупку здания на улице Машкова. После убийства Листьева Политковский нажрался. За столом сидели Вугин, Ким и Солоненко. Политковский стал обвинять Вугина в убийстве Листьева. Как только следователи стали ближе подбираться к Вугину, на горизонте появился заместитель начальника отдела информационно-аналитического управления ФСБ полковник Игорь Кушников и потребовал прекратить оперативные мероприятия. Как потом выяснилось, чекист снабжал гальяновских бандитов оружием, удостоверениями ФСБ и спецсталонными непроверяйками для автомобилей. Тогда полковник Кушников вышел сухим из воды. Но под арест он все же попал в январе 2024 года, но совсем по другому делу. Именно он управлял котельной в Климовске, где зимой остались без отопления 200 домов. Попутно на причастность к убийству Влада проверялись Сергей Михайлов, известный как Михась, питерский авторитет Костя Могила и несколько человек, которые заняли у телеведущего крупные суммы денег. В число подозреваемых попал и криминальный авторитет из Крыма Александр Покитько по прозвищу Бруно. Он представлялся офицером ГРУ и крышевал офис аэрофлота в аэропорту Симферополя. Телеведущий попросил Бруно подобрать ему земельный участок у моря, а взамен пообещал купить ему морской катер. Однако вскоре Влад передумал, чем не на шутку разозлил Бруно. Однако у того оказалось железное алиби. В день убийства Листьева он вместе со своими подручными в подмосковном лесу повесил неизговорчивого коммерсанта. Последним, кого арестовали по подозрению в убийстве Листьева, был атаман Михаил Филин. Зацепкой снова послужило донесение осведомителя Буракова. За неделю до убийства Листьева я находился в кабинете Филина. Там же присутствовал незнакомый мне человек. Он сказал, что у Лисовского проблемы на телевидении, на что Филин ответил, «Скоро проблемы закончатся». Филин проходил срочную службу в морской пехоте на Тихоокеанском флоте. Затем служил в столичном ОМОНе, но был уволен за связи с бандой Кидал на автомобильном рынке. Первый капитал Филин сколотил на продаже оружия, похищенного с российской военной базы в Приднестровье. Потом его видели в Югославии в составе наемников из России. Вернувшись домой, он учредил казачье братство и присвоил себе звание генерала. Постепенно Филин подмял под себя несколько фирм и охранных предприятий. В уголовном деле есть показания свидетелей, как Филин посылал своих бойцов для охраны Лисовского, когда у того случались проблемы. Так филинские казаки приезжали на стрелку с измайловскими бандитами, которые забрали у Лисовского популярную музыкальную группу лицей. Филин сбросит или хвой, весь отгонит и за мной. Более семи месяцев Филина продержали под арестом, но в конце концов выпустили на свободу. Примерно за месяц до аннексии Крыма атамана видели в Севастополе, где он принимал участие в создании пророссийских отрядов самообороны. Мне приходилось встречаться с некоторыми членами следственной бригады по делу Листьева. Они жаловались на постоянные утечки и глупость своих коллег. Но больше всего их поразили друзья и коллеги Листьева. Они везде раздавали интервью и плакались по поводу кончины своего друга. Однако, когда их приглашали на допрос, они включали дурака, либо уводили следствие на ложный путь. А один из друзей Листьева так и заявил. Кому нужна ваша правда? Пусть Влад останется честным и бесстрашным журналистом. С момента убийства Влада Листьева прошло 29 лет, но дело до сих пор так и не раскрыто. Борис Березовский скончался в 2013 году в Великобритании, когда уже потерял все влияние и активы в России. Атаман Филин умер в апреле 22 года от осложнений после ковида. Вдова Листьева Альбина Назимова, отказавшаяся сотрудничать со следствием, уехала из России и живет в Испании с четвертым по счету мужем. А Сергей Лисовский стал депутатом Госдумы от Единой России и сейчас входит в Комитет по защите конкуренции. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!